Протяженность всех пляжных территорий без малого 70 километров. Всего на учете стоит 103 пляжа, 27 детских и 14 общего пользования. Остальные закреплены за санаториями и пансионатами. Каждый из них обязан иметь на своей территории спасательный пост, который должен соответствовать всем нормам и требованиям, предъявляемых ГИМСом. На центральном пляже собрались сотрудники санаториев, в чью зону ответственности входит обеспечение безопасности на закрепленных территориях. Мы проводим инструктажи по оборудованию, по доведению каких-то новых требований, если они произошли за год, который прошел с прошлого года. Все поотносятся с пониманием, потому что занятия проводятся на должном уровне, у некоторых возникают вопросы, на которые мы отвечаем. Всего на Анапском побережье планируется порядка 120 спасательных постов. Следить за безопасностью будут 500 матросов-спасателей. Все они прошли специальный курс обучения в муниципальной службе спасения. Но кроме этого важно, чтобы пост был оборудован всеми средствами спасения. Лодка, круги, жилеты – это только часть необходимого оборудования. Очень важно иметь пакет разрешающих документов. Без них эксплуатация пляжа категорически запрещена. Спасательный пост санатория Анапа в числе первых подготовились к курортному сезону и получили доступ к работе. Такие инструктажи необходимо проводить. Это обязательное мероприятие, которое должно проходить желательно два раза в сезон, потому что матросы-спасатели могут измениться, могут заболеть, могут выйти с работы. Это самая ответственная работа, которая у нас может быть летом на нашем побережье. И мое мнение, что это правильное и нужное мероприятие. Всего на данный момент проверено 69 пляжей. Допущено к эксплуатации 48. Как нам рассказали в Государственной инспекции маломерных судов, проверки продолжатся. К началу курортного сезона, заверяют в ГИМС, все пляжные территории будут соответствовать нормам безопасности. Руслан Душевский, Анапа. Регион.